Ножи для леса Ниточки здесь Огниво здесь было другое Вы его можете на фотографии посмотреть Либо в конце видео, либо на заставке Оно там большая рукоять И я его поменял на свое огниво Но прям слов нет Как все сделано, как все прошито Вот эти вот ножны Прям очень качественные Посмотрите Сразу я начну с ножен Коль уж начал уже о них говорить Как поменялась концепция То есть Это один из первых ножей Дмитрия был А вот это уже Те ножи, которые он делает Сейчас И ножны соответственно То есть если раньше на заклепках Вот здесь вот было То здесь уже прошито И причем интересно Вот эта петля, она сдвинута в сторону Чтобы когда нож вставляешь в ножны Не задеть нитки Которые изнутри находятся На мой взгляд Это здорово Продумано Также вот это вот Крепление петля под огниво Она перекочевала Вот сюда И Она сбоку Я вот Много раз сам думал над этим Где лучше располагать петлю под огниво И на мой взгляд Вот Именно такое решение Оно лучше Нежели вот Здесь Когда огниво находится Потому что Посмотрите Как здесь Вот рукоятка Сидит Вдоль А здесь Ее только вот так поперек Можно боком Потому что она иначе не встанет И плюс Оно тут будет цепляться Здесь уже Это все не так Ну Честно говоря Мне бы было интереснее Если бы ее сместить еще Вот посередине куда-нибудь И То есть Прошить ее по-другому Вот То есть На мой взгляд Это было бы еще интереснее То есть Она не здесь Чтобы находилась А вот где-то здесь И Она не в бок вот так уходила А развернуть ее То есть Она чуть-чуть вот сюда В толщину как бы И вот так огниво бы вставлялась Но Здесь вот Под ремень еще Крепление Я опять же Так не ношу Ножи То есть Получается Не горизонтально А вертикально Вернее не вертикально А горизонтально Запутался я немножко Ну вот Соответственно Может быть как-то здесь Это вот В связи с этими вот Ремешками дополнительными Будет мешать Но На мой взгляд Вот если его сдвинуть Прямо посередине Было бы еще интереснее Я видел как-то Такую концепцию На одних Из ножен Какого-то Заграничного Производителя Мастера Вот И мне кажется Что это было бы Возможно еще лучше Но это не точно То есть В остальном Значит То же самое Подвес Здесь легко Снимаемый На кольце Вот Да Вот эта петля Помимо того Что она Не на заклепках И сдвинута в сторону Она стала повыше То есть сдвинулась вверх И это тоже Очень хорошо Потому что Чем выше она Тем ровнее Вот так вот Ножны в таком положении Висят Вот Потому что Чем ее сдвигаешь Ближе к середине Туда То когда вот так вот Висят ножны Они начинают Вбок Задираться Здесь такого нет Прям вот Продумано все То есть Видно что человек Мастер Он Сам пользуется Этими вещами И Делает Их С каждым разом Качественнее И лучше Прогресс Налицо Вот Единственное Да Вот они стали Шире Вот эти вот Они более Компактные Ножны Но опять же Тут вещь такая Что Вот если По этим Ремешкам Смотреть И носить его Именно Не Вертикально А горизонтально Возможно Это и Нужно так сделать Было Чтобы более широкий Ремень сюда Вставлялся Но опять же Я так не носил Поэтому Точно не могу сказать Только вот Предполагаю Из-за чего Это могло быть так Но конечно Мне больше Все равно Нравятся Вот более Компактные Ножны Ну Тут кому Кому что Опять же Вот Вроде по ножнам Все Одним словом Хорошие Качественные Ножны Вот По ножу Давайте Вот он Какой Красавец Мне вот На выставке Я Дмитрию Сказал Очень понравилась Вот такая Вот именно Микарта Она очень красивая То есть Вот эта мешковина Внутри И вот зеленый Оттенок Прям очень здорово Рукоять Здесь С одной стороны Она проще То есть На предыдущем Вот этой Ноже Она такая вот Более фигурная Что ли Здесь она Более прямая Вот Опять же Кому что нравится Мне допустим Вот такая рукоять Как-то в руке Получше лежит Хотя вы знаете И это замечательно Лежит То есть Сказать Что лучше Что хуже Прям так и не скажешь Ну здесь Немножко подлиннее Клинок И кончик Ну очень мощный Здесь Прям Сверх мощный Я вот этим ножом Тогда пробил доску Насквозь Проковырял Ореховую Такую Жесткую Прям Вот Соответственно Уж таким кончиком Что угодно Можно делать Сталь Такая же Как и здесь CPM М4 Углеродка Такая Инструменталка В общем Очень такая Она злая Сталь Прям Вгрызается Будь здоров Она Потому что Вот с этим ножом Мы недавно С дочкой ходили В лес Она там Тренируется Иногда Ну так заодно Гуляем И там Построгать что-то Развести огонь Вот И ей прям Рез у этого ножа У этой столюки Прям понравился Она прям Цепляется За деревяшку И Замечательно Строгает Вот для Таких вот работ Как огненное перо Стружечки Вот это все прям Здорово Вот Давайте покажу Рез У ножа Вот этого Рез шикарный Вот Надо отдать тоже Должное мастеру Ножи он Точит Вот прям Как для себя Хорошо Точит На отлично Так Этот нож Вот он Сколько Все лето Мы им пользовались Режет Я его даже Честно говоря Не правил Ни разу Ну какие-то Есть на нем Там Потому что Мы его прям И в хвост И в гриву Гоняли Нож режет Все нормально Но вот Материал Вот этот прям Мне лично Очень нравится Опять же На вкус и цвет Но я в восторге И нож В целом Выглядит Очень органично То есть На мой взгляд Так вот и должен Выглядеть Такой Лесной нож Со скандиспусками В ноль Как положено И красивой Такой Рукоятью В то же время Нельзя сказать Что она прям Скользит Как-то То есть Цепкость Присутствует У рукояти Хочу еще Обратить На один момент По клинку Посмотрите Какая обработка Вот на клинке Которые Дмитрий делал Одним из первых То есть Здесь видны Риски Вот они Вот так вот Поперек Клинка И точно так же Нарежущая часть На спусках И посмотрите Как уже организовано Вот на последних Его ножах То есть Продольный сатин Насколько я понимаю Это называется То есть Здесь риски Идут вдоль Клинка А уже На спусках Они идут Вот поперек Давайте По традиции Я построгаю Колышек Просто песня Как нож Строгает Что один Что второй Вон сучок Он его В принципе Не заметил Класс И вот эта ручка Она все-таки Мне больше нравится То есть Мне вот удобнее Для моей руки Не знаю почему Но вот такая Эргономика Она мне больше нравится Она подлиннее Вроде чуть-чуть Но в то же время Вот прям Как-то Пухлее она что ли В общем Дело наверное Все-таки Тут индивидуальное Второй раз То же самое делать Что этим ножом Я считаю Смысла никакого нет Тем более Ну кончик проверять Это вот Я так понимаю Те же полосы стали Вот из которых Сделан этот нож Сделан и этот нож Мне хочется Больше Акцент сделать Сейчас Как раз На мелких работах А именно вот На строгании Огненного пера Скажем Стружечек Потому что Вот И я заметил И Дочка была В восторге Понятно Что для силовой работы Он подходит Более чем Но как он Работает в деликатном Вот этом вопросе Вот этих вот Стружечек Это конечно Сталь вот эта Она раскрывается Именно вот в этом В мелочах Вот в таких Она невероятно Цепкая За дерево И вот этот процесс Он Доставляет Еще и удовольствие Вот посмотрите Как вот Строгает нож Такая вот Тонкая работа Она выполняется Просто замечательно Это Причем Не только Вот этим Ну как вы понимаете И вот этим ножом Все то же самое Вот смотрите И мне кажется Что все таки Вот тут Именно вопрос Встали Тоже немаловажную роль Играет Вот эта Сипи ММ4 Она как-то По-другому Цепляется Я еще Я еще когда В прошлый раз Видео Вот про этот нож Снимал Уже тогда Вот я что-то Почувствовал Но я не понял До конца Потому что Все таки Когда пользуешься Первый раз Ножом То Первые ощущения Они очень полезны И Они многое Открывают Но Все таки Часть Открывается Только уже После того Как ты ножом Попользуешься Подольше Ну смотрите Какие Стружечки Соответственно Таким ножом Работать по дереву Одно удовольствие Потому что Я вот ложки Там режу Иногда Всякие Эти самые Как они Называются Лопатки Лопатки Деревянные Вот И По своему Опыту Знаю Что если Вот Такую работу Нож Выполняет Вот Таким Способом То есть Цепляется Прямо За деревяшечку Вот Каждой Каждой Частью Каждым Миллиметром Своей режущей Кромки То и Резать Он будет Дерево Отменно Также Мне очень нравится Как вот Этот нож Работает С огнивым Своим Обухом В качестве Кресала То есть Замечательно Высекает Искру Супер Так Я думаю Что и здесь Должно Быть Примерно То же Самое Да Здорово Огнивы Огнивы Про Это Огонь Ну вот Работа Ножа В качестве Кресала Класс Бельчата Лазит Играют Тут Рядом Вот Я потолщина Строгал Главное Чтобы Искорка Зацепилась А Огнивы Про Не подведет В общем-то Вот Такой Вот Нож Очередной Нож От Дмитрия Михалева Меня Этот Нож Очень Радует Я думаю Что Этот В этом Плане Не будет Исключением Давайте Раз уж Кончик Проверять Так Проверять Да Так Вот Орешек Опа Ну вот Скорлупа С легкостью Она Расколота Маленький Такой Крепкий Орех Опа Опа Жесткий тест Вкусный Вкусный Видно Не видно Нарежущие Кромки Вроде Вроде Ничего Нет По крайней Мере Я не Вижу Посмотрите Вроде Вроде В порядке Можешь Самую Малость Сейчас Посмотрим На этот Нож У него Просто Геометрия Другая И Кончик Менее мощный то есть если что то и должно произойти то скорее с ним чем с тем так орех расколот но он пустой червяк уже все слопал здесь здесь вообще трухля какая-то ну вот у меня есть большой орех какой вот это уже серьезный орех пустой не пустой оба не не пустой будем открывать вкусный так кончик острый ничего ручни места вот ореховая скорлупа и нет ореховой скорлупы ноготь цепляет но если ноготь цепляет за все в порядке вот еще вот это давайте расколю опять же смотрим цепляет я принес еще орехов и вот но если этот кончик выдержит все эти орехи то это конечно прям круто будет мне кажется так ну-ка 1 но это орех с орехом внутри он так дальше 3 еще с орехом тоже был с орехом 4 5 тут орешек я пожалуй прям съем потому что большой и выкидывать что-то мне его совсем не хочется так так он большой пусть расколят еще один так еще один орех да руки надо беречь вот еще орешек вкус так проверяем отлично цепляет здесь подпорочный орех но скорлупа у него была мощная но этот орех я попробую вообще застрогать опа давай стружечку прям снял ну вот орешек я застрогал так проверяю проверяю цепляет цепляет никуда не срывается с пальца отлично но если даже такой кончик выдержал то вот этот и подавно выдержит но смысл проверять заточку я вообще не вижу потому что я особо ничего ножом не делал то есть это бессмысленно так ну этим ножом я уже поподжигал теперь подожгу этим собственно одна и та же сталь просто мне охота была вам показать именно какая красота то есть здесь вот эта мекарта она такая простенькая но функционал свой выполняет легко огниво про это огонь вот соответственно все работает все как и должно быть вот они красавцы ножики огонь отражается в клинке замусорил скорлупой от орехов ну вот ну вот ну у меня только положительные эмоции как и в предыдущий раз когда я чисто этот нож испытывал здесь все то же самое единственное вот рукоять мне больше понравилась именно с точки зрения эргономики ну под мою руку опять же у кого как то есть не удивлюсь что у кого то вот такая рукоять будет более удобный нежели вот такого плана все индивидуально в общем каждый нож по-своему хорош что тут старый нож мой обиделся говорит новым ножом ты стружки поджигал два раза а мной какую-то бумажку и то один раз несправедливо что не сделаешь для друга стружки ну пожалуйста стружки огни вопро это огонь ну все доволен нож поджег ты свои стружки тоже все хорошо ну сиди грейся теперь в общем как вы поняли друзья оба ножа достойны быть ножами для леса и тут уже каждый наверное выбирает модель по себе клинка стали рукояти но Дмитрию Михалеву респект ножи отменные на этом все друзья по ножам Дмитрия Михалева на мой взгляд именно такие ножи и должны считаться ножами для леса фултанги со скандинавскими спусками с цепкой сталью которая замечательно работает по дереву с обухом который без проблем высекает искру из огнива для того чтобы развести костер крепкие и красивые все есть в этих ножах поэтому что тут еще скажешь если у кого-то есть ножи этого мастера пишите в комментариях под видео как вы оцениваете свои ножи ну и вообще делитесь своим мнением как вам ножи мастера Дмитрия Михалева ссылки на его контакты оставлю под видео кому интересно можете посмотреть может быть что-то и вам понравится как мне надеюсь видео было интересным информация была полезной увидимся на канале всем удачи что что стоит а в я Продолжение следует...